Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача «Просто о вере» и я ее ведущий, священник Сергий Рыбаков. На моем веку, пока я ведущий этой передачи, еще, по-моему, ни разу она не выпадала под Новый год. Сегодня удивительное время. Буквально через 4 часа вся наша страна, весь мир будет праздновать новое лето, Новый год. Ходят слухи и распространены мифы и стереотипы, что христиане не отмечают Новый год. Ну да, с одной стороны, он выпадает на пост, и это несовместимо с застольем, но с другой стороны, Новый год мы все равно отмечаем. Отмечаем глубокими размышлениями о будущем, о прошлом, об этой границе перехода из Старого года в Новый год. И, собственно, молимся благодарственно о Старом лете и с молитвой призвания Духа Святаго на Новый начинающийся год. Сегодня в нашей студии мы решили поговорить о категории будущего, о том, как христиане должны относиться к будущему. Традиционно новогодние праздники связаны и с пожеланиями, с одной стороны, какого-то счастливого, нового, наступающего будущего. С другой стороны, часто люди хотят и загадать, и угадать это самое будущее. Вот как христиане относятся к будущему, мы поговорим с нашим гостем, с отцом Максимом Кокаревым. Здравствуйте, батюшка. Добрый день. Добрый день, дорогие телезрители. Отец Максим, ну вот с места в карье, что называется, максимально общий вопрос. Вообще православный христианин как должен относиться к будущему? Вообще категория будущего для него существует? Или, в принципе, эта тема должна быть для него неволнительной и неинтересной? Я думаю, что совсем неинтересной и неволнительной она быть не может, ни для кого, поскольку по-человечески совершенно объяснимо и понятно, что нам всегда хочется как-то, может быть, даже заглянуть туда. Но, наверное, все-таки отношение христианина строится на том базе, которым для нас является наше, скажем так, доктринальное, веручительное основание, то есть священное писание, священное предание. Если мы посмотрим на то, как к этому вопросу относится священное писание, то это вообще вопрос будущего и то, с чего вы начали, то, что мы переживаем каждый раз под Новый год, ведь это не только переживание будущего. На самом деле это очень часто и едва ли не в первую очередь это переживание еще и прошлого, то есть мы все-таки итоги подводим, прежде чем загадывать куда-то еще. И это нас вообще как бы относит к такому христианскому ощущению времени как такового. И здесь действительно священное писание, оно достаточно определенное, да, так какие-то, значит, выстраивает наше отношение к времени. С одной стороны, священное писание вроде бы вполне себе линейно, и в этом его отличие от множества как бы дохристианских, не христианских, языческих, прочих космогоний, да, то есть там время четко имеет начало, то есть было, нельзя сказать, что это время, но, да, то есть время и пространство появляются в один момент, то есть рождается, да. Когда мы говорим, читаем самое первое слово писание в начале, вот, собственно говоря, речь идет о, до этого мы не можем говорить ни о каком времени даже, ни о каком, ни будущем, ни прошлом вообще. И вот время, оно, в принципе, имеет точку отчета, оно рождается, вот, и имеет свою цель. То есть, когда мы говорим о том, как мы относимся к будущему, у нас, у нас подается этот вопрос на два. Как мы, собственно, относимся к будущему, вот, лично своему, и уж со всеми, кто задумывается о таких глобальных вещах, как мы вообще относимся к будущему, ну, допустим, мира, человечеству. Да, да. И вот здесь, причем в конечной такой точке эти два, вот, несколько разных вопросов, они сходятся, потому что, если есть начало у всего, как вот в писании мы видим в начале, то вот то, что называется телос, то есть конец, да, цель некая, даже не просто конец какой-то, конец, может быть, там, трагически оборванным, а такая, имеющая смысл цель. То есть, Господь, то есть, мир появляется не по каким-то, там, случайным, да, причинам, это осмысленное создание, то есть, оно не может не иметь какой-то цели. И вот есть телос всего, то есть конечный, и вот между книгами как раз бытия, где описано начало времени, появление времени, и откровение, то есть апокалипсис, где наиболее, не только в апокалипсисе, и в других пророческих книгах тоже, но конец описан больше. То есть, в принципе, писание нам задает такую, как бы, некую парадигму, то есть, показывая нам, что вот, как бы мы не любили этот мир, таким даже, какой он есть, он не бесконечен, да, то есть все вот... И понятно, что это такая перспектива будущего отдаленного, да, как бы эсхатологического, который никто не знает никаких сроков, и вот именно поэтому, наверное, любые панические настроения, которые у нас так любят, к сожалению, они, естественно, не обоснованы по той простой причине, что нам четко сказано. То есть, вообще, нам, наверное, я так полагаю, открыто через писание предания, ну, ровно столько, сколько можем вместить, вот, от каких-то, может быть, более подробных знаний, каких-то более точных сведений, может, даже Господь нас сознательно уберегает. Ну, все, что нам надо знать, наверное, мы знаем. И, наверное, то, что нам действительно не полезно было бы знать, это как раз времена и сроки, о которых сказано четко. Люди всегда, даже вот ближайшие ученики Христовы, все равно не оказать вне этого искушения, вот, заглянуть так, при открытии завесы, ну, посмотреть, тем более, пока учитель был с ними, узнать поточнее, когда. Это они уже, даже когда возносился, оставляя их на земле, последний вопрос, который они задают, он был вот, не сейчас ли, вот, кончается все, и приходит твое царство. На что он достаточно жестко им ответил резко, что не ваше дело, знать времена и сроки. Поэтому, если мы говорим о таком глобальном загадывании, вот, о всяких календарях майя и прочих всяких апокалиптических настроений, то, конечно, это не должно быть свойственно для христианина. Это по человеческой природе нашей, любопытство нашего, наверное, это проскакивает. Но надо как-то быть в трезвости и понимать, что Писание нам говорит то, что говорит, что, так сказать, пытаться, значит, как-то назначать, тем более, сколько уж там. Если мы сейчас попытаемся собрать за всю историю человечества, сколько раз нам назначали, это, конечно, начинает одни, а не адвентисты сколько раз назначали, да, там, или эговисты. Вот, то есть это всегда оказывается непродуктивным. Ну, вот, от какого-то такого достаточно абстрактного и богословски осмысленного разговора перейдем к несколько практическим вопросам. Сейчас везде и всюду все пестрит развешанными крысами, вот, ибо год крысы наступает. Может, вы не в курсе? Не успел, да. Да, и в связи с этим вот вопрос, как вообще христиане относятся к астрологии. Вот, то, что загадывать, угадывать конец света, я думаю, что мы даже сейчас слишком оптимистично подумали, что многие думают о конце света. В принципе, хотят угадать какое-то будущее, желательно свое личное, действительно, о будущем всего человечества и сущего редко кто задумывается. А вот как лично у меня будет. И вот начинаются дальше какие-то фантазмы на тему, например, о какой год, о насколько он успешен для меня, какие астрологические прогнозы. Вот мы знаем, что церковь, мягко говоря, относится отрицательно к астрологии, но мы не обсуждали это в наших передачах. Почему? Ну, здесь два таких, наверное, тоже вопроса, потому что астрология не единственный вариант, которым человек пытается заглянуть, через который человек пытается, потому что здесь не все в чистой медиастрологии, все эти, здесь очень много способов, начиная от наших русских народных гаданий. На самом деле, вот почему к астрологии и почему, наверное, пытаться заглянуть даже в свое, не в отдаленное, да, вы правильно сказали, что, может быть, мало кто задумывается над судьбами человечества в целом, сами из себя, да, но нам же постоянно пытаются нагнать вот этого всего. Вот сколько было, вспомните, сколько было истерики с тем же календарем майя, да, что вот там. Вот, то есть люди, может, и не хотят, но нам вот это вбрасывают, да, иногда такие вещи. А о своем, да, о своем личном благосостоянии, скажем так, или каком-то успехе или неуспехе в будущем, да, люди задумываются гораздо чаще, это я абсолютно не соглашусь. Ну, во-первых, по отношению к астрологии все очень просто. Я даже не беру, что, ну, можно же, для христианина изнутри себя достаточно того, что в Писании сказано прямо вот просто, значит, черным по белому, что называется, да, то есть да не будет среди тебя, там сказано еще в Ветхом Завете, ни облакогонителей, ни гадателей, ни заклинателей, всяких прочих там, да, вот, вражей и так далее. Ну, то есть мы должны же, да, постараться, особенно в наш век, когда просто так заповеди ограничиться сложно, так не положено и все, да. Вот, мы должны попытаться объяснить. То есть на самом деле астрология, это так, как мы знаем, конечно, это очень не все, скажем так, до нас дошло в полной мере, потому что такой очень попсовый, извиняюсь, вариант, особенно на уровне наших гороскопов. Но в любом случае источником астрологии является йога, глубокая укорененность в языческом сознании, в языческой, собственно говоря, религии. Это такой месопотамский вариант, так сказать, язычества, да, в котором звезды, учитывая регион, их отношения со звездами, да, это вот, то, что называли, это нескустоящее слово, сабеизм, да, то есть тот вариант политеизма, который вот обожествляет небесное светило и прочее, прочее. То есть понятно, что в глубине все это, человек об этом может не задумываться, человек, который вешает себе просто на шею кулон, в виде там какого-нибудь стрельца или там скорпиона, он, конечно, вряд ли в этот момент делает серьезный религиозный выбор. То, что, да, так сказать, является поклонником этих светил. Но на самом деле включать в голову человека тоже иногда полезно. То есть можно повесить, же на тебя все, что угодно. Вот. И именно вот этот подход, когда ты вешаешь, не затумываясь, тебе просто сказать, что оно как-то работает, да, это все очень прекрасно иллюстрирует магический подход. Вот. То есть тебе вообще неинтересно, там, даже если это работает, а какими силами, извините, пардон, чем за это придется платить и придется ли. То есть, вы просто сказали, работает. Ты повесь там, да, тебя кто-то как-то будет направлять там или охранять. То есть в глубине всего этого понятно, что для большинства наших сограждан это просто какая-то, так сказать, золотая побрякушка. Вот. Но в самой глубине, да, это стоят вполне себе глубокие, так сказать, религиозные идеи, которые, ну, восходят к обожествлению. Небесно, как-то так, тело светило. И действительно, вот, именно в этом регионе зарождается в значительной степени эта традиция наблюдения. Понятно, это еще не научная астрономия далеко. И вот в силу того религиозного сознания, которое было, конечно, здесь очень сильный, значит, религиозный момент. И вот христианство как раз, об этом не я первый заметил, и неоднократно, да, то есть об этом писалось даже вот, ну, из последних, кстати, очень хорошо об этом субботации Андрея Кураева в свое время было разобрано, да, чем отличается описание творения мира, да, книги бытия, насколько там все прагматично, я бы сказал, даже материалистично где-то. Кроме абсолютного бога, верховного божества, который словом своей творит все, там нет никаких там соучастников, посредников, там. И даже вот этот очень интересный, так сказать, и с естественной научной точки зрения, скажем так, не объясним факт, что светило появляется не на первый день, да, о том, что это некая сознательная игра на понижение, да, чтобы ни у кого не было, не дай бог, даже там доли мысли, пытаться их обожествлять. Потому что очень четкий весь пафос первых вообще строк книги бытия в том, что все, что сотворено, сотворено едином Творцом. И поэтому, ну, кланяться твари вместо Творца уж совсем человеку, так сказать, не пристал. Христианину, понятно. И понятно, что человек может сказать, что я не кланяюсь в том смысле, в котором вы, но вот продолжая дальше, то есть какая-то логика должна все-таки включаться. То есть если все зависит только от Бога, и мы еще говорим все-таки от меня, то причем тут тогда какая планета в каком созвездии встанет, в какой период, так сказать, пардон, так сказать, года. Ну, вот я встречал, и приходилось этот вопрос обсуждать, что удивительно, даже среди воцерковленных, ну, то есть тех людей, которые причащаются, исповедуются, просто он обсуждается менее грубо, чуть более тонко, то есть не на уровне гороскопов из «Желтой газеты» на последней странице, там, стрельцы, и вас там ожидают то-то и то-то. Вот. Но были, вот, скажем, у меня встречи с православными психологами, которые, несмотря на то, что православные, абсолютно четко понимают, и прям тут их невозможно переубедить, что вот те созвездия, в которые мы там рождаемся, близнецы, вот, рыбы и так далее, и так далее, что они каким-то образом определяют нашу судьбу, фатум, там, и так далее, характер, то, как... Вот, например, это типичный близнец, это типичная дева, говорит человек. Ну, и дальше можно соционикой заниматься, или еще какими-то вот прилегающими к психологии такими науками. И действительно, мы понимаем, что есть некий характер, есть некие типы характеров, вот. Только вот психологи, вот те, с кем я разговаривал, откровенно верят, что это определяется вот созвездием, в котором человек родился. Как бы для них объяснить, что в данном случае, ну, тип характера вряд ли определяется созвездиями, в которой человек родился? Ну, насколько я... То есть, не могу ничего сказать про конкретно тех психологов, но для меня этот вопрос, в принципе, достаточно очевиден. Это считается, что это ненаучно, так сказать, вся история. Но даже если мы разделим эти вещи, я так понимаю, что все-таки эти люди религиозную, собственно говоря, астрологическую историю отсюда как бы вычленяют, да? И, так сказать, уже хорошо. Вот. Но я думаю, что можно говорить... Здесь мы уже как бы вот переходим на отчасти такой, может быть, ну, где-то... Даже если мы себе представим, что... Мы же понимаем, что в каком-то смысле даже та материальная вселенная, которая сотворена единым творцом, частью которой мы являемся, да, это очень сложный организм такой, да? И там действительно какие-то... То есть, есть какие-то вещи, которые, ну, вполне объясняются естественными вещами. То есть, ну, там, имеет ли это влияние на наше действие, ну, допустим, фаза Луны? Ну, в общем, судя по всему, да. То есть, поэтому все эти, ну, так сказать, опыты, может быть, даже где-то народно выработанного указания, когда лучше, так сказать, как в сельскохозяйственном цикле ориентироваться на эти вещи. Ну, в общем, да. Ну, то есть, понятно, что те, значит, орбиты, по которым мы расходимся, влияют и на приливы, и отливы, и так далее. То есть, это может влиять на какие-то, там, на магнитное поле, которое, в свою очередь, там, может влиять на человека, даже на физическое его здоровье. То есть, поэтому, понятно, какие-то вещи, да. Но если даже мы себе представим, что вот это совершенно недоказуемая, но все-таки, теория о том, что какое-то влияние на человека может накладывать время, в которое он родился, то есть, по сути, там, отрезок годов, который, ну, мы называем его в календарном смысле, да, то есть, ведь каждый знак привязан к тому или иному периоду, что вот-вот, кто родился, там, в этих, там, не знаю, февраль-март какие-нибудь, там, кто-то у нас там, рыба или кто-то, водолей, я не помню точно. Когда-то мне было просто интересно посмотреть, и я уже все забыл. Ну, вот, так вот, ну, мы в любом случае, если, тем более, если эти психологи православные, просто должны сказать, что здесь очень простой подход. Вот здесь мы уже от религиозной отрываемся, на нас влияет материя этого мира. Влияет, влияет. То есть, гораздо больше, я уверен, что любой психолог, мне кажется, вряд ли... Академический, да. Да, гораздо больше влияют другие вещи. Например, наша наследственность, скажем, генетическая, влияет больше, чем какие-то отдаленные, да, вот эти. И поэтому, глядя на характер человека, ну, прежде чем выносить такой диагноз, что это хронический близнец, мы должны просто посмотреть и на семью, и на среду, и на, значит, тот сосун, в котором он складывался, и на генетику даже, да. Но в любом случае, самый ключевой момент, ничего, никакой из этих факторов, в принципе, нельзя возводить до уровня, вот, то, что вы назвали, фатом, там, или некой судьбой. Вот. Это будет следующий мой вопрос на опережение, да. Потому что влиять на человека может все, что угодно. Мы, как христиане, должны понимать, что влияет на человека много что, да, начиная действительно вот просто от уровня генетического до уровня, там, воспитания, среды. И единственное, чего мы должны всячески избегать, это вот такого отрицания свободы человека. Потому что любая попытка детерминировать человека чем-нибудь, наследственностью, в данном случае, вот, тем, где он уродился, или еще чем-то, они все равно, это всегда такая вот, да, игра на понижение, всегда лишение человека части его богозданной свободы. То есть, да, человек, вот, может, родившись в определенной семье, унаследовать какие-то отрицательные черты, да. Обязан ли человек повторять путь родителей? То есть, обязан ли, если он родился там в каком-то асоциальном каком-то, да, или у родителей, которые нагружены огромное количество пороков и страстей от химических зависимостей до каких-то еще? Вот у нас часто считают, что это все, это такой клеймо, это судьба, и человек, в принципе, он не может из этого круга вырваться, и все. Да, мы понимаем, что это группа риска. Мы понимаем, что шансов такого человека пойти по накатному пути больше. То есть, и вот здесь вот какое-то вот то понятие, которое нас часто путают, и очень технически воспроизводят, как родовой грех, да, там, то есть... О, да. То есть, мы же говорим, что вот такого прямого наследования греха быть не может. То есть, и Господь не может карать человека за грехи его родителей. А вот накапливаться просто потому, что человек видит перед собой эти образцы, и человек может быть, да, там, не знаю, алкоголиком в каком-то, Бог знает каком поколении, или там, блудником, потому что у всех было принято в семье. Но может ли человек избрать другой путь? Вопреки. Может. Вопреки всегда тяжелее. Понятно, что человек, когда родился, и все его подталкивало к тому, чтобы идти этим путем греха, наследственность, даже на уровне генетики, среда, он ничего другого вообще вокруг себя не видел. Вокруг него так жили всегда. Понятно, что это очень тяжело. И то, что он где-то родился под какими-то рыбами, это дело вообще десятое. Здесь вещи гораздо тяжелее. И есть вещи, которые преодолеть тяжелее. То есть, мне кажется, какие-то, даже если вот мы допустим, что на характер человека влияет, когда он родился, это настолько не сильное влияние, что и вот преодолеть, изменить себя гораздо. А вот то, что в тебе сформировала твоя наследственность и среда, вот с этим бороться, да, сложнее. Но христианство говорит, что даже в этом случае мы что, не видим абсолютно парадоксальные факты, когда в семье абсолютно как бы асоциальное, да, и какое-то греховное. Да, рождаются люди, которые потом преодолевая, может быть, даже от противного, смотреть на все это, так сказать, да, и не, значит, пойдя этим путем, совершенно другие люди или наоборот из абсолютно благополучной семьи, из очень, может быть, даже духовно высоко развитой семьи. Иногда рождается такое, вот, и вот, и потом непонятно, откуда, на самом деле, взялось. Вот, и свободный выбор человека может быть действительно очень. И поэтому вот эти все попытки низвести человека и в каком-то смысле детерминировать его, что с него взять, что может, значит, быть, да, из него лучше или хуже, он все равно близнец хронический, вот, это, конечно, сильное унижение человека в смысле его свободы. Отец Максим, у нас осталось не очень много времени. Мне бы хотелось вот в продолжение. Мы не верим в карму, не верим в фатум, не верим в судьбу, не верим в предопределение. Возникает вопрос. В Библии, например, есть такие слова, что наказывает за грехи родителей, Господь, детей, там, до седьмого колена. Как мы... До четвертого. До четвертого, да. Как мы ответим на... Вот, это как раз один из тех случаев, когда священное писание очень опасно по одной цитате какой-то выбирать, то есть там сказано, что так, но при этом просто, да, то есть мы берем в контекст, понимаем, что гораздо больше мест, где говорится о личной ответственности. Если смотрим Изекиэля, там четко сказано, то есть в народе принято так считать было и говорить, что вот отцы наши ели кислый виноград, а у нас на лицах вот тут оскомило. Изекиэль говорит, что так говорит неверно, потому что там, правда, словно написано, Господь не наказывает детей за грехи родителей. Грех грешника останется на грешнике, праведность праведника останется на праведнике. То есть праведность тоже, кстати, не наследуется таким естественным путем. Потому что было бы очень хорошо, если бы все так тоже предопределялось. У меня праведные родители, и мне уже с этой клеи не сойти, все будет хорошо. Однако, как мы только что говорили, иногда у очень праведных родителей, к сожалению, бывает вот, что яблоко падает где-то вообще, так сказать, да, под березой. И на самом деле, вот как раз уравновешивая все эти цитаты, пытаясь понять подход к этому трудовому греху, по сути, как это, есть такой термин, мы говорим о том, что здесь, где сказано, что про наказание, говорится как раз о том, что вот это накопление греха, скорее в этом смысле, создание некой среды, в которой человек, к сожалению, имеет очень, ну, больше шансов пойти путем греха. И в этом смысле родители накапливают грех, да, они наказывают своих детей тем, что и все это им передают. Но человек всегда может разорвать этот порочный круг, это важно подчеркивать. Спасибо большое, отец Максим. Поздравляю вас с Новым годом. Да. Вот, с наступающим. С вами, дорогие друзья, мы прощаемся, увидимся уже в следующем году. Ну и традиционно все-таки в этот день хочется и пожелать вам всяческих благ и здоровья, но в первую очередь, как священникам, нам, наверное, в первую очередь хочется пожелать всестороннего обновления. Пусть обновится все и преобразится радостью, во Христе. Храни всех вас Господь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин